Как показывает ютуб аналитика, всего лишь 61% зрителей смотрит мой канал с подпиской. Если каждый второй зритель, посмотревший этот гайд детский, подпишется на канал, то нас уже будет 8000. Респект и уважуха, большое спасибо всем, кто прожмет лайк этому видосу. Здарова танкисты, с вами Слим, и сегодня вас ждет гайд по новой шведской СТ 10 уровня ЮДЕС 1516. Фишкой данного танка является наличие гидропневматической автоматической подвески. Да-да, именно автоматической, в отличие от шведских ПТ-САУ вам не надо нажимать кнопку, чтобы перейти из осадного режима в походный или же наоборот. Если наша СТ-шка стоит на месте или передвигается со скоростью меньше 23 км в час, то наша подвеска может менять наклон корпуса танка, давая нам таким образом дополнительные углы вертикальной наводки. Если танк начнет двигаться со скоростью больше 23 км в час, то автоматически подвеска перестанет работать, и соответственно наш корпус выйдет из наклона и примет стандартное положение. Танк имеет необычный внешний вид, это и приземистый корпус, и необычная плоская башня нестандартной формы. А на вооружении у нас пушка с высоким разовым уроном 440 единиц. Это в первую очередь должно заинтересовать всех любителей средних танков с высоким разовым уроном. Какие у этого танка плюсы и недостатки? Стоит ли его качать? На эти и многие другие вопросы я постараюсь ответить в этом видосе. Но перед тем как мы перейдем непосредственно к самому гайду, я бы хотел ответить на самый животрепящий вопрос. Зачем этому танку вот эти две непонятные штуки на корпусе в корме? В реальной жизни возможно они играли роль противовеса. В нашей же игре благодаря им можно застрять на ровном месте. Если на карте рудники я до этого застрял в У-образной очень узкой расщелине, то вот это застревание на карте хребет дракона это вообще было эпик. Танкисты, пишите в комментариях под этим видео ваши варианты ответа. Зачем эти две непонятные штуки в корме на корпусе этого танка? Давайте сразу же пройдемся по плюсам и недостаткам. Что понравилось и что реально раздражало? Самая сильная сторона этого танка это его маскировка. В этом бою вы это не один раз сейчас увидите. Понравился? Высокий разовый урон. Альфа в 440 единиц для СТшки это прекрасно. Из того что понравилось, наверное это все. Можно еще на палец натянуть наше время сведения 2,2 секунды. В сочетании со стабилизацией складывается впечатление, что среди СТ-10 с высокой альфой шведское орудие самое приятное. Но с учетом нашей перезарядки, бронепробития, скорости полета снарядов, эти приятные впечатления в большей степени сходят на нет. Что не понравилось? Во-первых, обзор в 390 метров. На 10 уровне это мало. 390 метров, вы серьезны? Это даже не 400 и тем более не 410. Да, у нашего танка топовая маскировка. Его действительно очень трудно обнаружить. Но из-за нашего обзора обнаружить врага на той дистанции, на которой мы сможем стрельнуть и не засветиться, мы как правило не можем. Но разве что, как в этом бою, случится ситуация, что в чистом поле на большой дистанции у врагов на фланге не будет никого глазастых и будут слепые тяжи. Понятно, что сделали так специально, чтобы СТ-шка не имбовала. Возможно и правильно. Зачем нам на 10 уровне все пересвечивающее трудно обнаруживаемое блоха? Следующее, что не понравилось, это углы вертикальной наводки. Базовое значение угла склонения всего лишь в минус 6 градусов. Да, наша волшебная подвеска добавляет нам еще 7 градусов и суммарно мы получаем УВН и минус 13. Но нашей подвеской мы можем воспользоваться не всегда. Помимо этого, не стоит забывать, что благодаря подвеске корпус танка наклоняется вперед и назад. А это значит, что вот эти пресловутые минус 13 градусов мы можем получить, когда дуло у нас направлено вперед или взад танка. А если же повернуть дуло на борт, то там у вас будут в лучшем случае только базовые значения. А играть с тем же минус 6 градусов на этом танке, поверьте, очень неприятно. Заднее расположение башни тоже доставляет неудобств при использовании ваших УВНов или отыгрывания от рельефа. Когда вы находитесь в позиции, очень важно на этом танке смотреть под гусли и обращать внимание, на каком вы находитесь рельефе. С какой стороны будет выезжать враг и куда вам придется поворачивать башню для стрельбы. Дабы не пострадать от ваших УВНов, чтобы не пришлось передвигать танк на более ровную поверхность или же доворачивать корпус. Проблемы с неровным рельефом на этом танке чувствуются не только, когда ты стоишь на позиции, но и передвигаешься. На неровной поверхности, даже на невысокой скорости, у танка появляется непонятная раскачка. Обратите внимание, как его корпус скачается вперед и назад. В такие моменты в снайперском прицеле у вас дико прыгает прицел. Я долго недоумевал, почему, ведь мой танк уже вроде остановился, я пытаюсь стрелять, а прицел продолжает движение вверх-вниз. Как я понял, благодаря нашей подвеске у танка есть вот эта непонятная амортизация. И это, поверьте, мне очень не понравилось, это большой недостаток, к которому за 5 часов стрима я так и не смог привыкнуть. Кстати, эта фишка есть и на шведских ПТ, те, кто их уже вкачал, я думаю, поймут о чем идет речь. Во всем остальном, это типичный картонный СТ, который любит позиционную или очень осторожную игру. Да, он лбом своей башни может танкануть, но поверьте, эти 100 мм под диким наклоном не всегда вас спасут. Не может танкануть вашим ВЛД по наклонам, который плавно переходит в крышу корпуса. А когда в вашем корпусе толщина брони 50 мм, или, например, в борту башни все 40, Один неосторожный доворот корпуса или же поворот башни, и вмиг ваши 1950 хп станут чьей-то домашкой. Все же немного радует, что наши картонные борта закрывают экраны. Они в сочетании с гуслями порой неплохо спасают нас от фугасов. Максимальная скорость 50 км в час не является сверхвысокой, но ее достаточно, чтобы занимать нужные позиции, держать противника на дистанции. Ну или же элементарно просто отступить. Что касаемо орудия, то радует вас тут только альфа в 440 единиц. Ну в целом достаточно неплохое время сведения. Но с нашим бронепробитием и разбросом 0.38 на юдосе с дальних дистанций комфортно накидывать только в борта. Если же враг будет находиться к вам лбом, попасть ему в лючок или в тот же НЛД, через всю карту с нашей пушки будет очень сложно. На юдосе стрельбу издалека усложняют еще наши медленные снаряды. Даже базовый подкалибер летит всего лишь в 1000 метров в секунду. Про голдовый кумулятив я вообще промолчу. Так что на юдосе при стрельбе издалека пока долетит ваш снаряд, враг часто успевает довернуть корпус, в сейв заехать. К таким неспешным снарядам тоже надо привыкать. На многих неточных орудиях стрельба издалека достаточно некомфортна. Но как по мне, из-за нашего низкого силуэта и с нашей точностью, на этом танке некомфортно играть и в ближнем бою, точнее вплотную. Когда враг играет от брони, например от башни, и вы сможете пробить его только в лючок, он постоянно мансует. Или когда вы можете его пробить только в НЛД, которого видно всего лишь за укрытие малую часть, то в таких ситуациях в моих кривых руках юдос часто пасует. Не знаю, то ли мне не хватает пробоя или точности, если же у вас на этом танке против бронированных одноклассников в бою вплотную такие же проблемы, как у меня, то в коридорах или же городских картах рекомендую на юдосе максимально избегать лобовых атак. Как по мне, лучше всего юдос чувствует себя на средних дистанциях. Особенно приятно играть на нем в позиции, когда на вас не обращает внимания враг. Ловите моменты, когда враги заняты союзниками. Заходите с дистанции им в борта. Даже при отсутствии арты и наличии для вас достаточно комфортных рельефов, на этом танке я бы не советовал лезть на первую линию даже при поддержке союзников. Если не подловят на перезарядке, то при попытке выстрела будут стрелять в первую очередь именно в вас. Ответ на вопрос качать или не качать эту десятку, я думаю, каждый ответит сам. С одной стороны, юдос 15-16 даст вам возможность попробовать что-то новое. Речь идет, конечно же, о нашей автоматической подвеске. Также игра от маскировки и большая альфа многим зайдет. Но не стоит забывать про не самый легкий путь по самой ветке. На низких и средних уровнях, как по мне, этот путь превращается в жуть. Да и к самому танку с его прыгающим прицелом, нестандартно работающими ОВНами, поверьте, надо привыкнуть. Ветку спасает то, что есть переход на шведские ТТ. И если вы уж очень сильно разочаруетесь в эстэхе, по крайней мере, вы можете вкачать еще одного топа, не начиная ветку с самого начала. Танкисты, а у меня на этом все. Спасибо за прожатый лайк. Удачи всем в боях. До новых встреч. Пока.